Дорожная карта Дугино Национальный инвестиционный рейтинг. Масштабное исследование делового климата стартует на Дону 5 апреля. Амбициозные планы иностранного инвестора. Турецкий производитель Ковров вдвое увеличивает объемы. Глава Донского региона вмешался в конфликт между заказчиками и подрядчиком работ в Дугино. Василий Голубев поручил министерству ЖКХ до конца недели подготовить дорожную карту по продолжению строительства. Речь идет о водопроводных очистных сооружениях в северо-западной части Ростова с водозаборными сооружениями в районе хутора Дугино. Сроки реализации проекта сорваны. Финансовые трудности у подрядчика компании «Вектор-2000» возникли еще в начале 2012-го. Работы велись, но медленно, а в конце прошлого года и вовсе были приостановлены. Проблемную ситуацию обсудили в областном правительстве. Заказчику необходимо синхронизировать свои взаимоотношения с подрядчиком, чтобы эффективно продолжить реализацию проекта. Речи о замене подрядчика быть не может, подчеркнул Василий Голубев. Напомню, строительство водопроводных очистных сооружений мощностью 150 тысяч кубометров в сутки с водозабором в районе хутора Дугино началось в 2009 году в рамках проекта «Вода Ростова». Протяженность двух нитей водовода очищенной воды составит порядка 5,5 километров, сырой воды – 17 километров. Стоимость работы оценивается более чем 8,5 миллиардов рублей. Лучший опыт наиболее экономически активных территорий тиражируют по всей стране. Передовые практики выявит национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. В исследовании принимают участие всего 22 российских региона. На юге страны – это Донской край и Кубань. Подробности далее в нашей программе. На Дону будет отработан механизм оценки инвестиционной привлекательности субъектов страны. Область принимает участие в очередном пилотном проекте. В марте соглашение о проведении национального рейтинга «Инвестклимата» подписали пять сторон. Опоры России, РСПП, ОСИ, ТПП и Деловая Россия. По мнению главы ОСИ, рейтинг позволяет не столько оценить губернаторов, сколько оценить привлекательность региона и работу чиновников, вытащить лучшие практики, какие законы они принимают, какие институты создают, чтобы дальше это можно было масштабировать и в менее успешные регионы. То, что наш регион оказался в числе пилотом, это своего рода оценка той деятельности, которую делали мы в течение последних лет по формированию благоприятных условий для ведения бизнеса. Это активная работа экспертной группы агентства вместе с правительством Ростовской области. Это успешная реализация пилотного проекта по сокращению разрешительных процедур в строительстве при подключении последней мили инфраструктуры к строящимся объектам. И подчеркивает то, что регион имеет значительный потенциал инвестиционного роста. В рейтинге четыре направления оценки. Первое – скорость предоставления госуслуг и регистрации прав собственности. Второе – институты развития бизнеса. Это защита прав предпринимателей и работа судебной системы и правоохранительных органов. Третье – инфраструктура – энергетическая, транспортная и социальная. Мы сталкиваемся с такой проблемой, особенно общаясь с иностранными инвесторами. Когда они принимают решение о размещении своего предприятия на территории субъекта, они спрашивают, а где детский сад, а где школа, как работают больницы, а какие есть поликлиники на той территории, на которой будут работать сотрудники компании. Почему? Потому что в международных компаниях, как правило, есть определенный стандарт уровня жизни сотрудников. И в пакет услуг, которые предоставляют работнику эти компании, входят помимо достойной заработной платы, еще и набор социальных услуг. Ну и, конечно же, финансовая сторона вопроса – доступность кредитов, а также научный потенциал и трудовые ресурсы. Здесь должна быть обоюдная ответственность. Государство готовит кадры, предприятие должно нести ответственность по их трудоустройству, либо затем компенсации затрат на обучение и преподготовку. Тут тоже нельзя. Я хочу, чтобы мне обучили такое-то количество каменщиков. А потом говорят – да, извините, у меня заказов нет, поэтому они не востребованы. То есть, чтобы вот этой проблемы не было, здесь должна быть слаженная работа, такие вот, как вот шестеренки, они должны плотно взаимодействовать, должны быть хорошо смазанными, и подготовка должна проводиться своевременно, но не избыточно. И те работники, которые учат, они должны быть востребованы, и им должны предоставляться эти рабочие места. Четвертый раздел – о самочувствии малого бизнеса. Оценят простоту ведения коммерческой деятельности, эффективность госпрограммы и качество статистических данных. Во всем мире предприниматели ориентируются на статистические данные, которые собираются ведущими экономическими институтами, вузами, объединениями, которые на основе этой информации принимаются экономические решения. Вот у нас принимать решения на основе статистических данных не всегда получается эффективно, потому что они зачастую очень сильно разнятся с реальной ситуацией. Опрос респондентов начнется 5 апреля. Его проведут федеральные эксперты. В анкетировании по каждому разделу примут участие не меньше четырех сотен предпринимателей. Результаты огласят уже в мае. Мария Индрикова, Андрей Токарев, Главное – бизнес. Председателем ассоциации торгово-промышленных палат Южного федерального округа вновь избран Николай Пресежнюк. Президент Донской ТПП занимает этот пост не в первый раз. Решение было принято на собрании палат Юга России. Помимо организационных вопросов, его участники также обсудили ряд тем, важных для развития предпринимательства. В их числе новые бизнес-услуги, межрегиональная кооперация по созданию благоприятного климата для участников ВЭД. Подробный репортаж смотрите завтра в нашей программе. К другим темам. Турецкий капитал в Донской экономике. Один из ведущих турецких коврадилов – компания «Миринос» увеличивает инвестиции в Ростовскую область. Своё производство в Донском регионе предприятие разместило в 2009 году и сегодня занимает четверть российского рынка. В ближайшей перспективе увеличение этой доли в два раза. Донское правительство амбициозные планы поддерживает. Накануне на предприятие побывал вице-губернатор Ростовской области Сергей Горбань. Подробности далее в программе. Завозим со склада, засыпаем в специальные ёмкости и он поступает в машину. Станок засасывает полипропиленовую крошку по принципу большого пылесоса. Из печи выходят нити-полуфабрикаты. До полной готовности им предстоит пройти ещё два этапа – скручивание и термообработку. Такой многоуровневый процесс нужен для создания прочного ворса. За качеством готовых прядей будущего ковролина следят в лаборатории. Мы выпускаем очень широкий ассортимент ковров разного качества. То есть в вашем понимании ковры они только отличаются по форме и по цвету. На самом деле много показателей, которые характеризуют качество ковра. Это и плотность тканья, и высота ворса, и применяемые материалы и так далее. Очень много показателей. В предельный станок загружают около 10 тысяч бобин. Цвета нитей и порядок их расстановки задаёт дизайнер. В арсенале фирмы – как азербайджанские узоры, так и европейский орнамент. Все нити сплетаются в одно полотно стандартной ширины 4 метра. Ориентровочная у нас мощность 5 миллионов метров квадрат в год. Выпускаем ковры и около 9 тысяч тонн полипропленной нитки производим. Однако без вмешательства человека машинам не справятся. Специалисты занимаются фигурной стрижкой ворса и контролируют качество готового полотна. На отдельных операциях занято около 400 человек. Средняя зарплата работников предприятия больше 30 тысяч рублей. Ковёр должен быть без пропуска нитки, без пропуска джута, чтобы был полностью целый ковёр. Не должно быть ни пропуска джута, ни пропуска нитки, ни обража не должно быть, ни цветных ниток по коврам не должно быть. Натуральный материал для основы закупают в Бангладеш, Турция, Индонезия – проверенные поставщики полипропилена. Производство на Донской земле выгодно для инвесторов. Развитая инфраструктура и социально-политическая стабильность позволяет строить планы на увеличение объёмов производства. Я убеждён в том, что то количество, о котором мы сегодня говорили, это порядка 25% российского рынка. Конечно, такая амбициозная задача – перевалить 50%. У нас есть примеры в Ростовской области, где мы являемся монополистами в Российской Федерации. Расширение одной компании выгодно повлияет на развитие области в целом. На заводе появятся новые рабочие места, в цехах уже трудятся более 400 дончан. Увеличится и география поставок. Кроме российского, рынка ковры экспортируются пока только в страны СНГ. В Артан Сюниджанс, Анастасия Куванцева, Станислав Фоменко. Главное – бизнес. И на этом наш выпуск завершён. До встречи на нашем канале завтра в это же время. Главное – оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова